Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге давайте посмотрим, какие ноутбуки можно купить для решения простых задач типа работы с документами, текстом, серфинга в браузере, для учебы, рутинной деятельности, позалипать в ютубе и полистать ленту соцсетей. Это совсем не требовательные процессы, для которых нужны мощные процессоры и видюхи. Тут важен комфорт от использования ноутбука в целом, качество его дисплея, удобство клавиатуры, скорость загрузки сайтов, приложений, автономность и другие фишки, которые делают пользование ноутом комфортным. Я отобрал 6 достойных моделей, которые можно рассмотреть к покупке, учитывая и стоимость ноутбуков, поэтому можно уложиться в бюджет, если у вас выделено на это дело от 30 тысяч рублей. Давайте я начну знакомить вас с участниками, а пока можете поставить лайк и подписаться на канал. Последнее место рейтинга я решил отдать DIGMA EVA C5800. Это самый простой ноут во всем рейтинге за минимальный бюджет. Конечно, это не какой-нибудь ASUS, Lenovo, Huawei и подобные им известные бренды, но DIGMA тоже можно доверять, да и переплата за бренд тут минимальна. При этом вы все равно получаете полноценный ноутбук с большим дисплеем на 15,6 дюйма и соответствующим разрешением 1920 на 1080 пикселей. Все это построено на базе простой IPS-матрицы, которая достаточно для адекватной передачи цветов. Само собой, для работы с графикой это никуда не годится, но в наши задачи это и не входит, поэтому просто посмотреть фильмы, полистать в соцсети, поработать в браузере можно с полным удовольствием и без ощущения, что где-то нас нагрели. Процессор установили типичный для такого бюджета – Intel Celeron N4020. Это два ядра, два потока с максимальной частотой до 2,8 ГГц, построенных на 14-нанометровой базе. Процессор не самый новый, 2019 года выпуска, поэтому каких-то интересных технологий в нем нет. При этом его хватает для работы с браузером легкими приложениями. Винда подгружается быстро, не тупит. В этом помогает и память – 8 ГБ оператива DDR 4-го поколения и 256 SSD M.2 постоянной. При таком конфиге ни о каких играх и речи быть не может, так как в той же доте на минималках вы получите максимум 20 FPS. Думаю, этой инфы достаточно. При этом у ноута с таким процессором есть и свои достоинства. Например, у него низкий ТДП в 6 Вт. Это позволяет ноутбуку расходовать меньше энергии. Внутри него стоит батарейка на 56 Вт в час, которой хватит на умеренные 8-10 часов пользования без подзарядки. Пятое место занял ноут подороже – Lenovo Ideapad Slim 3. Но, конечно, с головой окупают увеличенную стоимость. У него и процессор стоит сильно лучше – i3-1315U. Это прям серьезный шестиядерник на 8 потоков с тактовой частотой до 4,5 ГГц в турбобусте, построенный на более современной 7-нанометровой базе и имеет больше кэш-памяти, но, соответственно, потребляет и больше энергии. А если учитывать, что батарейка в этом ноуте не такая емкая, 47 Вт в час, то Lenovo по автономности проигрывает несколько часов прошлому Digme. Но зато при этом мы получаем сильно больше производительности, более скоростную работу ноутбука в целом в приложениях и браузерах. При тестах в разных бенчмарках, типа Cinebench, Geekbench, 3DMark, этот i3 в разы набирает больше баллов. Вот просто в разы. Поэтому говорить о каком-то противостоянии того Celeron и i3 нет смысла. Плюс к тому в этом ноутбуке стоит 8 ГБ оператива DDR 5-го поколения. Это выше частота, шире пропускная способность и, как итог, лучшая производительность. Ну и по стоянке тут 512 SSD M.2. Тоже приятное дополнение, если кажется, что 256 будет мало. При этом неизменным остался экран. Экран это, в принципе, такая вещь, которой в ноутбуках уделяют не так много внимания. Никто особо не заморачивается и не устанавливает какие-то навороченные матрицы, повышенное разрешение, не увеличивая диагональ. Вот есть стандарт 15,6 дюйма, Full HD разрешение, частота обновления в 60 Гц и какая-нибудь IPS матрица. Этого достаточно для вывода качественного изображения без зернистости, с хорошей светопередачей и углами обзора. Вот производители особых ставок на это и не делают. Но, правды ради, нашел я один интересный ноут, который выделился среди всех в этом рейтинге одним лишь экраном. Но о нем позже. Сейчас я расскажу вам о Asus VivaBook Go 15. Сюда поставили еще более интересный проц. Ryzen 5 7520U. Четыре ядра, восемь потоков, базовая частота которых почти в два раза выше, чем у прошлого i3. При этом максималка у них приблизительно одинаковая. На деле это дает больше производительности в спокойном режиме работы, когда процессор особо и не старается. А это очень даже актуально для наших задач. Конечно, если нагружать ноут какими-то более серьезными прогами, типа фотошопа, то да, большой разницы между пятым Ryzen и прошлым i3 не будет. При этом внутри стоит такой же конфиг памяти. 8 гигабайт ОЗУ DDR5 и 512 гигабайт SSD ПЗУ. Это тоже примерно сравнивает их эффективность. Из менее значительного батарея. Тут она на 50 ватт в час, что как бы не сильно-то и больше 47 ватт в час у прошлого Lenovo. Поэтому автономность у них, считай, одинаковая. Но этот Asus перешагнул Lenovo за счет не только вот таких мелочей, но и более приятной для глаз OLED-матрицы. Да, только я сказал, что производители с этим не заморачиваются, как сразу появляется OLED-матрица вместо привычной IPS. Но за счет нее Asus и решил выехать, поэтому почему бы и нет. Это при том, что тут осталась та же диагональ и Full HD разрешение. Экран реально в несколько раз ярче. В пике это 600 кандел на метр в квадрате против стандартных 250. Плюс матрица способна определить 1 миллиард оттенков вместо 16 миллионов от прошлой IPS. Добавляем повышенный коэффициент контрастности, проработанный HDR, топовую сертификацию Pendant Validated и получаем реально другой дисплей, который хорошо подойдет даже для работы с графикой и цветами. Вот так тут проапгрейдили экран. Третье место топа я отдал еще одному классному ноутбуку. Realme Book 14. RMNB 1001 с не самым стандартным экраном. Этот компактный ноут с экраном в 14 дюймов. Такой околопланшетный вариант. Носить каждый день в портфеле его уж точно проще. Хотя ничего удивительного, диагональ экрана все-таки решает. Но хорош он не только диагональю, но и разрешением. Здесь у него 2К разрешение при соотношении сторон 3 на 2. Поэтому это 2160 на 1440 пикселей. Шикарная детализированная картинка с качественной цветопередачей, насыщенными тонами, углами обзора и четкостью. Именно благодаря четкости 2К после Full HD даже самое банальное приложение вызывает новые ощущения. На производительности акцент делать не стали, поэтому здесь стоит самый базовый i3 1115 G4. При этом у нас остался тот же конфиг памяти 8 на 512 гигабайт. Так что особой эффективностью в тяжелых прогах и современных играх тут и не пахнет. Только браузер, только максимально лайтовые рабочие или какие-нибудь домашние задачи. Полистать ленту, отрядачить документы, заполнить таблицы, посерфить в соцсетях, посмотреть фильмы – его хватит с головой. Также здесь сделали акцент на автономности. Установили батарею на 54 Вт в час. Как заявляют Realme – до 11 часов. Но сами понимаете, что такой тест производился при минимальных условиях нагрузки, поэтому рассчитывать можно разве что часов на 8-9, но не более. Хотя выделиться получилось за счет быстрой зарядки. В комплекте идет блок питания на 65 Вт, который восполняет 50% заряда за полчаса. В общем, долго ждать не придется. Второе место занимает Microsoft Surface Laptop 3. В народе убийца макбука. За сумму приблизительно в 56 тысяч рублей на момент выпуска этого видео мы получаем компактный ноут с экраном на 13,5 дюйма, который открывается одной рукой. Тест на макбук пройден. Из интересного. В серой расцветке ноутбук со стороны клавиатуры покрыт алькантарой. Это что-то близкое к замше по ощущению. Microsoft уже во второй раз выпускают ноут с таким покрытием, поэтому учли ошибки прошлого и сделали материал темным, более устойчивым. Поэтому переживать по поводу износа не стоит. Инженеры уже обо всем подумали. Еще одна фишка – сенсорный экран. Очень полезно, если вы, например, по работе часто подписываете документы. Ну и просто создается непривычное ощущение от сенсорного экрана в ноуте. Но более важно соотношение сторон. Три на два. То есть, как у прошлого Realme. И вот это играет ключевую роль в восприятии диагонали. Так как даже при переходе с 15,6 на 13,5 дюйма нет вообще никаких проблем. Даже привыкать не нужно. Поэтому ноут стал компактнее, а диагональ экрана по сути и не изменилась практически. Разрешение при этом 2К. Качественная IPS-матрица с сочными цветами, широкими углами обзора и высокой контрастностью. К изображению не придраться. И, в общем-то, это практически идеальный ноутбук для учебы и работы. Но вот память подкачала. При том, что тут стоит 8 ГБ ОЗУ и всего 120 ГБ ПЗУ. Как ни крути, а маловато. Но ноут реально быстрый и плавно работает за счет проца i5-1035G7. Поэтому это практически во всех моментах отличный ноут под наши требования. Но кроме памяти, тут уж сами решайте. Ну а первое место топа достается Samsung Galaxy Book 3. Как по мне, один из лучших ноутов для работы и учебы. Есть, конечно, пара моментов, которые немного удручают. Первый – цена. Это самый дорогой ноут во всем рейтинге. Второе – экран диагональю 15,6 дюйма. Но тут мне непонятно только, почему Samsung решили оснастить ноутбук самым простым Full HD дисплеем. Сделали хотя бы 2К, вопросов не было бы. Но уверен, что далеко не всем нужен этот Quad HD, поэтому тоже не могу отнести этот момент в недостатки. Хотя лично я предпочитаю 2К. Но зато сюда поставили очень жирный i5-1035U. Это новый прост на 10 ядер и 12 потоков, частота которого в максимуме доходит до 4,6 ГГц. Плюс к тому 7-нанометровая база и производительное видеоядро Intel Iris. Все это в совокупе сильно опережает i5-1035G7 прошлого Майкрософта. В бенчмарках разница между ними достигает от 60 до 100 процентов. А плюс к этому 16 ГБ ОЗУ, 512 постоянной, получается самый мощный рабочий ноутбук во всем рейтинге. Поэтому если вам хотелось максимально мощный ноутбук для работы, учебы и даже некоторых игр, то только вот этот Samsung. Батарея при этом самая обычная, на 54 Вт в час. То есть это около 8 часов без подзарядки. Есть куча разъемов, которых так не хватало прошлому убийце макбука. Но именно этому Samsung, как по мне, не хватило только более проработанного экрана. И только тогда я бы смог назвать его идеальным для офиса. Ну а так, если вы не гонитесь за производительностью, то лучше рассмотреть Microsoft Surface. Ну а если вам еще и в современные игры хочется поиграть после рабочего дня, то это только Samsung Galaxy Book 3. Какой-то такой расклад. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.